Новая Зеландия или Аутэро, что переводится как длинное белое облако. Ну, правда, не сейчас. Я мечтал именно об этой стране много лет, еще со старших классов школы и года эдак с 2003-го. Потом я 8 лет собирал информацию, копил деньги и готовился к переезду. Я сразу знал, что еду не просто посмотреть, а жить. И вот с 2011-го года я дома, в Новой Зеландии, уже давно гражданин страны своей мечты. Не переключайтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь, и тогда вы поймете, почему я здесь. Почувствуйте это сами. Пожалуй, самый частый вопрос, который я слышал в своей жизни – почему Новая Зеландия? Его задавали мне еще даже до того, как я тут оказался. А потому еще в 2008-м году, за три года до моего приезда, пересыщенной информацией о стране, скурпулезно собираемой годами, я записал ответ в своем кривеньком блоге. Ответ романтичный, сентиментальный, местами наивный. Но мне было удобно отвечать именно ссылкой на ту запись в своем блоге, где написанный мною текст говорит за меня. Но вопрос продолжает ко мне возвращаться год от года. Почему Новая Зеландия? Я рассказываю о стране так давно и так много, я веду этот канал с 2017 года. То тут-то там я часто объяснял свою мотивацию и почему считаю это место лучшим в мире конкретно для себя. Но только сейчас я понял, что так и не записал отдельного видео с ответом на этот важный вопрос. Пришла пора сделать новую ссылку на годы вперед. Мне было интересно перечитать свои старые записи и пересмотреть свои старые видео, чтобы сравнить, что было важно для меня тогда с тем, что важно для меня сейчас. Я вижу, что фундаментально ничего не изменилось, приоритеты те же. Но сейчас я вижу даже больше достоинств, особенно практического плана. Так что в этом видео я расскажу расширенную версию уже повзрослевшего меня, который, впрочем, так и остался неисправимым романтиком. И давайте сразу обозначим, что это видео мое субъективное восприятие, 100%. Так что если я говорю о чем-то в утвердительной форме, считайте, что это все равно идет под звездочкой мое личное мнение. Кроме того, в данном выпуске я не ставлю задачей объективный всесторонний разбор достоинств и особенно недостатков. На моем канале вы можете найти много информации про минусы, сложности, опасности и прочие нюансы жизни в этой стране. Я тут слишком давно, чтобы у меня сохранились какие-либо розовые или прочие очки. Тут же на канале вы найдете и мою подробную историю переезда, и инструкции, как эмигрировать в Новую Зеландию, и видео о городах, и массу взвешенного анализа данных, и рейтинги, и истории других людей разных профессий, и чего тут только нет. Если у вас есть вопрос о стране, то, скорее всего, пользуясь поиском на моем канале, вы найдете на него ответ. А я просто искренне от всего сердца считаю это место на планете особенным по множеству факторов. Я люблю эти острова, а потому просто отвечу на вполне себе личный вопрос. Почему Новая Зеландия? Новая Зеландия – это край света. Дальше всех от истоков цивилизации, при этом со свойственной ей комфортом. Да, сюда и отсюда дальше и дороже лететь. Но еще много лет назад я говорил, что хочу быть подальше от порой неадекватного старого мира, с его амбициями на власти и господство. И вот в 2024 году я понимаю, что даже не осознавал до конца, насколько был прав. Наша удаленность при некоторых практических недостатках имеет много плюсов. Никому из большого мира нет до нас дела. Более того, из-за нашей удаленности и люди сюда едут особенные. Но о людях позже отдельно. Даже опытные путешественники признают, что Новая Зеландия – это сборник лучших хитов. Насыщенность, разнообразие и доступность природной красоты тут на непревзойденном уровне. Тасманово море на западном побережье и Тихий океан на Восточном. Бесконечные пляжи с райским белым или черным вулканическим песком. 50 оттенков зеленого в холмах и лесах, влажных джунглях и вековых высоченных деревьях, которые не объять и толпой. Красивейшие реки, глубокие и чистейшие в мире озера, горные хребты со снежными пиками и фьорды, многочисленные водопады, ледники и это только обычный новозеландский вторник. А какие здесь дороги? Ехать по Новой Зеландии это отдельный вид удовольствия и развлечения. Нигде в мире я не видел такой концентрации красоты на квадратные километры и глаза моего удивления. Я много путешествую по стране, много лет и до сих пор не перестаю удивляться всему этому великолепию вокруг. Красота хороша там, где ее берегут. Испортить можно все, что угодно, но это не про Новую Зеландию. Например, хайкинг или пеший туризм здесь считается одним из лучших в мире. И это заслужено. Все очень удобно, продумано, оборудовано дорожками. Везде туалеты, информационные знаки, все для комфорта людей. Но самое главное, что за заботой о людях скрывается на самом деле забота о природе. Около трети территории страны относятся к заповедным, защищенным природным зонам. Тут берегут то, что имеют. И невозможно не восхищаться этим даже спустя годы жизни в стране. И это касается не только туризма. Здесь так во всем. А еще очень здорово дышать чистым вкусным воздухом и пить чистую воду из-под крана. Словами не передать. Порой красота бывает суровой. И там, где все так шикарно для глаз, не очень удобно для жизни. А в Новой Зеландии идеальный баланс. Нет длительной и утомительной жары. Нет бесконечных морозных или промозглых зимних месяцев. Более того, хоть мы и выглядим на карте довольно скромно по занимаемой площади, вы можете найти себе климатическую зону под ваш вкус. Например, солнечный округлый год Тауранга. Близкий к тропическим север страны. Сухой Квинстаун с четырьмя различными сезонами и снежными горными шапками зимой. Умеренный и компромиссный крайсерч. Ну и, конечно, влажный непредсказуемый Окленд. Или ветреный, но такой живой Веллингтон. Практически везде при этом много солнца. И нет экстремальных перепадов температур, которые не очень-то полезны для вашего здоровья. Новозеландский климат комфортен для жизни. Есть в Новозеландии еще одна черта, которую я, к сожалению, пока познал не в совершенстве. Киви лайфстайл. Люди стремятся жить спокойно и в удовольствии. Отдавают предпочтение не работе, выжимающей из вас все соки, которые вы восполняете потом в редкие отпуска. Люди тут предпочитают жить каждый день, каждую неделю. Поэтому многие начинают рабочий день пораньше, чтобы пораньше же его и закончить. И бегом к семье, к друзьям, к своим людям. Заниматься тем, что нравится. Своим хобби или просто расслабляться в комфортной обстановке. Конечно, не у всех получается прийти к этому быстро. Как, собственно, и мне. Но стремятся большинство. И мне еще есть куда расти. Столько книг не прочитано, столько интересных мыслей не записано. Тут редко встретишь людей, одержимых карьерой. А ввиду немногочисленного населения, все друг друга знают. И попав в свою индустрию, исчезают проблемы с поиском работы. При условии, конечно, хорошей репутации. Связи решают. По той же причине и в спорте. Например, можно достичь довольно высокого значимого уровня. Ну, национального уровня. С гораздо большей вероятностью, нежели в огромной перенаселенной стране. Кроме того, тут мало кому есть дело до понтов. Все очень расслаблены и не зациклены на внешнем. В общем, Новая Зеландия – это лучшее место для реализации своих спокойных, умиротворяющих задач для жизни. Важное ощущение стабильности приходит с чувством безопасности. Новая Зеландия дает мне это. Я не переживаю за детей на улице, я не переживаю за жену за рулем. Я не переживаю за себя, гуляющим по улице поздним вечером. Конечно, как и везде, есть места, где нужно быть начеку. К сожалению, и Новую Зеландию не обошел бич недоброкачественных людей. Но только тут я перестал проверять карманы в общественных местах каждые 5 минут. Только тут я стал забывать закрывать входную дверь в дом. Только тут я перестал переживать, что не замкнул машину, например, на ночь. Тут есть еще эти места, нужно просто правильно выбирать. И более того, безопасно себя чувствую я и когда дети на природе, и когда я иду в поход, и когда сплавляюсь, например, по реке. Мне не угрожают не только люди. В Новой Зеландии нет никаких опасных для жизни хищников или ядовитых существ. Поэтому можно просто расслабиться и дать себе возможность впитать красоту вокруг. О доброте новозеландцев в мире уже даже шутят. Это стало отличительной особенностью настоящих киви и всех остальных, кто добирается до этих островов. Тут почти все улыбаются, выглядят счастливыми. Конечно, люди везде люди, то есть бывают разные. Но именно в Новой Зеландии я чувствую себя комфортнее, чем где-либо. Потому что вокруг в основном вежливые люди, которые уступают на дороге и помогают при необходимости. Которые с любопытством слушают твои рассказы. Которые с терпением и пониманием относятся к иностранцам, делая выводы не по национальности, а по поступкам. И крайне уважительны к языку с акцентом, коих, кстати, тут очень много. Люди, которые не будут делиться своим плохим настроением, потому что они так воспитаны. И в этой обстановке сам становишься еще добрее. Хочется самому завести непринужденный разговор с кем-то на улице. Хочется улыбнуться прохожему или пропустить кого-нибудь на повороте. Это так располагает и расслабляет, а потом становится необходимой для твоей жизни нормой. А еще тут невероятно счастливые старики. Парочками ходят за ручку, сидят в кафе, много гуляют, много знают и постоянно улыбаются. Где есть покойствие, нужно компенсировать недостатки адреналина. И бой о бой, новозеландцы знают в этом толк. Сёрфинг – это религия, спорт – это жизнь. Сноуборд и горные лыжи, велосипеды и конкретно маунтинбайки. Куча активных видов водного спорта. Прыжки с парашютом, парапланеризм, яхты и катера. Авто и мото гонки, чего тут только нет. На любом уровне, от самого доступного любительского до профессионального для настоящих фанатов. Только бери и делай. Прыгай, ныряй, едь, лети, вперед и только вперед. Получай свой адреналин. Как ни крути, история формирует общество. Новая Зеландия в сравнении со многими другими странами избежала действительно страшных моментов в процессе своего формирования. Да, тут, к сожалению, тоже не обошлось без войн, когда европейцы приехали колонизировать страну, в которой жили местные полинезийцы-маори. Но даже там они в итоге смогли договориться, образовав таким образом одну из самых молодых стран в мире, которая впоследствии стала независимой. Изначально сюда не отправляли каких-нибудь ссыльных, как это порой бывает в других странах. Сюда ехали предприимчивые, работающие люди, фермеры и производственники, целыми большими семьями. В каком-то смысле в Новую Зеландию ехали романтики, которые устали от старушки Европы и хотели строить новое общество с нуля, где своим трудом и можно заслужить комфортные условия для себя и своей семьи. Отсюда и семейные ценности. При всей свободе, присущей Новой Зеландии, а именно разрешенных однополых браках, при отсутствии гнобления людей по сексуальному признаку, при принятии людей такими, какие они есть, многие живущие тут люди очень семейные. Они любят своих детей, любят собираться большими семьями и весело проводить время вместе. Для детей тут действительно прекрасные условия. Множество площадок и развлечений, гармоничный мягкий подход в садах и школах, даже возможность получения высшего образования, кое здесь платное для всех, без напряга для родительских денег и бюджета, за счет студенческого займа, который сам ребенок в будущем будет возвращать государству постепенно из своей зарплаты. Я счастлив, что мои дети родились и растут именно тут, на краю света. Комфорт здесь создан не только для детей, но и для взрослых людей тоже. Новая Зеландия не просто так находится на верхних строчках международных рейтингов по уровню жизни. Поймите меня правильно, я за чистоту формулировок. Есть в мире места, где доходы выше, есть места, где расходы ниже, есть места, где сервисы технологии более развитые, а выбор товаров больше. Но баланс всего того, что есть в Новой Зеландии, не могут превзойти многие развитые страны нашей планеты. Есть еще масса всего, над чем нужно работать, безусловно. Однако, как ни крути, здесь действительно высокий средний уровень жизни. Да, для этого нужно работать, быть умным, что-то умеющим. Но разве где-то мир работает иначе? Новая Зеландия дает хорошие условия для жизни, если прикладываешь для этого достаточно усилий. И можно заполучить тот комфорт, который ты ощущаешь заслуженным. Жить в хорошем, ухоженном районе, заниматься интересным делом в компании людей, которые тебя уважают, питаться качественной и вкусной едой, проводить время на природе или на интересных мероприятиях, путешествовать и находить себе душевных друзей. Я редко задумывался об этом, когда был моложе, но сейчас понимаю, как важно иметь в стране работающую систему выборов. Здесь действительно есть политическая борьба. Здесь каждый голос действительно может оказать значение. Это держит руководство страны, какое бы оно ни было, в тонусе. Это вынуждает их заниматься и задумываться о нуждах электората. В общем, тут есть ощущение, что ты имеешь значение, что ты можешь и должен влиять на свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей. Это и ответственность, и благо. Из бытового момента не могу не отметить удобства страны в плане языка. Большинство из нас учило именно английский язык, как второй. Он же является и основным языком общения во всем мире. Так что мне сильно упростила жизнь, что не пришлось учить новый язык с нуля. А подтянув английский, ощущаешь себя и в остальном мире гораздо комфортнее. Читаешь книги, смотришь кино, общаешься с людьми. Кажется, даже видеть нашу жизнь начинаешь как-то шире. К слову, если вы хотите улучшить свой английский, углубиться в бизнес или иной профессиональный лексикон, либо подготовиться к международным экзаменам, напоминаю, что у нас успешно работает онлайн-школа английского Kiwi Education. А по промокоду в описании под этим видео можно получить скидку 10%. Для формирования здорового общества нужна адекватная система иммиграции. В Новой Зеландии она есть. И основана она не на случайном факторе лотерей, не на древних корнях каких-то там дальних родственников, не на простой покупке паспорта за небольшие деньги. И уж тем более тут редко можно встретить беженца или нелегала. Новозеландская система иммиграции настроена на привлечение нужных стране профессионалов. Не безогрех, но эта система работает. Сюда едут либо найдя работодателя заранее, удаленно, либо через обучение. И получить заветный статус постоянного жителя через профессиональную программу можно до 55 лет включительно. То есть у многих людей есть возможность. Да, нужно либо быть уже нужным специалистом, либо иметь деньги на хотя бы год образования. Но это все равно шанс для многих. Причем есть хорошие условия для приезда всей семьей. А такой фильтр тоже постепенно формирует население, которое способно приносить пользу другим. Ну и еще один удобный бонус. Новозеландский паспорт. Один из лучших в мире. Он открывает для вас этот самый мир. Множество стран без виз. Для людей помоложе, много стран, куда можно поехать работать по Working Holiday Visa. В соседнюю Австралию и вовсе при желании можно поехать пожить. Как делают довольно многие. И многие из них потом возвращаются в Новую Зеландию настоящими гражданами мира. Открытыми, любопытными и живыми, и добрыми. А еще тут и правда трава зеленее. Приезжайте и сами в этом убедитесь. Есть легенда, согласно которой перед созданием Земли Бог потренировался на небольшом участке, где попробовал все свои возможности на создание различной красоты. Этим местом и стала Новая Зеландия. Куда многие люди летят, чтобы создавать ту жизнь, о которой они мечтают. Прилагая при этом все свои труды и таланты. В общем, как вы поняли, я люблю Новую Зеландию. И несмотря на то, что уже давно имею возможность переехать практически куда угодно, остаюсь тут. Остаюсь дома. Но у вас может сформироваться другое мнение. Собирайте информацию, в том числе и у меня на канале, ну и на других интересных. Изучайте, подойдет ли эта страна именно вам. Если хотите знать больше, можете подписаться на мой телеграм-канал. Там еще больше интересного о Новой Зеландии. А для тех, кто хотел бы сюда переехать, есть сайт TV Education с описанием всего, что нужно знать для осуществления своей мечты. Все необходимые ссылки вы найдете под этим роликом. Не прощаюсь с вами, но говорю до свидания. Надеюсь, увидимся в стране длинного белого облака. Пока-пока.